Половина шестого утра. Мужчина гуляет с собакой, но внезапно бросается на утек. Почему, становится ясно через пару секунд. Из-за угла выбегают больше десятка бродячих псов. Наталья – жена, герой видеозаписи. В Тихих Зорях семья живет с января. Девушка говорит, дня не проходит, чтобы не столкнуться с бездомными псами. Уже непонятно, кто тут хозяин, люди или собаки. Идешь, если с коляской, с собакой, то собаку на руке, коляску на проезжую часть, и мы их объезжаем. Вот так. Идешь, начинают рычать или бежать за коляской. Приходят отсюда собаки с этой стороны, с этой стройки, и с той стройки, и они между собой начинают тут устраивать какие-то игры, разборки тут, и шумят, лают. Невозможно ночью окно открыть. У меня просто жена и маленький ребенок. И как-то страшно, когда большие такие кони, 25-килограммовые собаки бегают. Излюбленный маршрут бродячих псов видно невооруженным глазом. Во-первых, брусчатка уже попросту не отмывается от следов. Далее у нас идет газон, где уже есть протоптанная тропинка, на которой лежит остаток чьего-то ужина. Под забором явно виднеется яма, под которую и пролазят животные. И видим кучу мусора. Не исключено, что это те самые пакеты, которые собаки раздирают около подъездов. Жильцы говорят, собак подкармливают волонтеры. Вот и сегодня сюда привезли воду и контейнеры с едой. Очень часто задаем вопрос, зачем вы это делаете. На что они отвечают, что им это нравится, они будут это делать. Мне очень страшно даже к окну подходить. Потому что то, что происходят, вот эти звуки, они просто страшные. Естественно, мы не спим, мы не спим до 4 утра. На кормильцев животных жители Тихих Зорь намерены написать заявление в полицию. Обратились они и в службу отлова, но пока все по-прежнему. Люди уверены, результат будет только тогда, когда закончится стройка, а вокруг снесут заброшенные здания, где и живет стая. Елена Саткеева, Андрей Крупнов, Енисей. Новости. Продолжение следует...